Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про Докс, разберем токеномику данного проекта и посмотрим на кошельки. Сколько токенов имеют биржи и за счет какого объема они манипулируют ценой на фьючерсах? Сколько от общего сапплая раздадут комьюнити? И почему? После листинга и откупа китов я жду памп. Думаю та информация которую я выдам в данном видео будет полезно каждому холдеру, поэтому обязательно досмотрите данное видео до конца. Ну а перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал если вы еще этого не сделали и давайте сразу переходить к делу. Насколько вы знаете фьючерсы Докса были запущены еще до того как токены раздали комьюнити. Для чего это сделали? Здесь же все максимально просто. Цель снять сливки с лудоманов. И разработчики это прекрасно понимают. Какими же объемами располагают биржи? К примеру биржа Окикс, которая кстати запускала фьючерсы. Посмотрите на это дорогие друзья. Валетов у Окикса много и на каждом валете от одного до трех токенов максимум. Вот такими объемами сейчас просто манипулируют на бирже. Из-за пустого стакана, из-за того что торги еще не запущены, как это следует. Ценой легко манипулировать. И по факту сейчас просто выбривают лудоманов, которые не понимают что еще нормально торги не запустили. На фьючерс касаемо данного проекта заработать точно не получится. Все в руках бирж. У обычных людей нет токенов вообще. Откупать данный токен напрямую никто не сможет. Так как кроме премаркета ничего не запущено. Токены еще в принципе не распределили. И сейчас мы наблюдаем просто манипулятивную историю. Обратите внимание на токеномику. 80% токенов будет распределено среди комьюнити. Эмиссия будет в руках людей. И скажем так при майненных аккаунтов. Цель у маркетмейкера после листинга будет следующая. Забрать все токены себе. И затем пампить цену. Аналогичное мы видели на ноткоине. На доксе я предполагаю ровно такой же сценарий как на ноткоине. И собираюсь накапливать данный токен после листинга. На данный момент все токены находятся у разработчиков. Да дорогие друзья. Обратите внимание на данный валет. 549 миллиардов токенов находятся именно на валете разработчиков. И это говорит о том, что распределения еще не было. Но это и логично. Раздачу планируют сделать 23 августа. И нормальные торги будут запущены именно этого числа. Сейчас кроме манипуляций ничего больше не имеется. К сожалению новички на доксе потеряют. И дальше я расскажу вам почему это будет именно так. Что мы должны будем сделать чтобы заработать. И зачем стоит наблюдать. Давайте в принципе разбираться. Обратим мы с вами внимание на целую рыночную ситуацию. Касаемо биткоина цикл еще не закончен. Реализованная цена еще не достигла своих пиков. Прямо сейчас мы находимся примерно где-то здесь. А именно в середине цикла. Аномального всплеска еще не было. Да дорогие друзья. Я полагаю что цикл еще не закончен. А именно поэтому и собираюсь набирать докс. Впереди масштабный альткоин сезон. Который приведет докс к росту. Сантимент сейчас у нас полностью обнулен. Людям также страшно прямо сейчас. Как и было страшно на медвежьем рынке. Это ключевой момент. Учитывайте его и не поддавайтесь панике. На данном этапе фаза откупа. Все те люди которые накопят заработают. А те люди которые упустят возможности просто окажутся вне ракеты. Накапливать я собираюсь постепенно. Я собираюсь откупать тот объем. Который будут отдавать хомяки. Да люди пришли сюда за дропом. И в любом случае фиксации будут. Наша цель. Не отдавать токены. А только их забирать. На фьючи касаемо докса я не рекомендую лезть. Кроме манипуляции вы там ничего не найдете. И конечно прибыли никакой не заберете. Все эти люди которые открывали лонг позиции. В преддверии пампа. Были выбриты. Самое смешное. Что из-за пустого стакана манипулировать ценой можно. Даже за счет мизерного количества токенов. Топ холдер среди бирж это байбит. И у него целых 490 токенов. Это на самом деле смешно. Имея такие объемы данные биржи даже не имеют право запускать премаркеты. Но это все делается. И некоторые биржи даже шагнули дальше. Запустив фьючерсы. Самое интересное что этого не понимает толпа. Люди которые пришли на рынок вообще не разбираются в нем. Люди за всем этим следить не будут. Валет и китов разбирать тоже никто не будет. Люди даже не понимают как их выбривают на фьючах прямо сейчас. Люди даже не задавались обычным вопросом. Вопросом касаемо того почему фьючи запустили до листинга. Разработчики прощупывали компетенцию комьюнити. И я думаю что разработчики довольны что толпа это новички. Их легче засадить и забрать у них деньги. Мы же с вами опытные юзеры. Если вы смотрите мой канал давно то вы уже понимаете как рынок устроен. Прямо сейчас наша цель аккумулировать в целом набирая правильные проекты. Докс это лишь один из токенов которые я буду набирать. Докс это таполка скажем так. Докс это высокий риск. Прямо сейчас я откупаю фундаментальные проекты которые в конце данного цикла будут запамплены. Новичкам работать и работать. Новички которые приходят из таполок это корм. Которые будут загонять фундаментальные монеты в конце данного цикла. Пока новички разберутся самостоятельно. Мы с вами уже наберем. Киты тоже уже наберут. И новички окажутся нашей с вами ликвидностью. Которую мы впитаем. Если вы не хотите упустить этот цикл. Если вы прямо сейчас хотите набрать правильный портфель и полностью обучиться. То присоединяйтесь в закрытая комьюнити. Проходите пять закрытых курсов. Разбирайтесь тем как рынок работает. И используя правильные инструменты набирайте прямо сейчас правильную криптовалюту. В конце данного цикла весь подход окупится. И заработают только те люди которые понимали с чем они имеют дело. Если вам интересно пройти этот цикл вместе со мной с моей командой. То ссылка есть в описании. На данном этапе набор еще открыт. Используйте данный момент правильно. Касаемо фьючей это казино. Прямо сейчас кроме отторговки спрета ничего делать нельзя. Если уж вы и торгуете то не торгуйте опираясь на надежды. Торгуйте в четко отведенном диапазоне. И снимайте сливки. Учитывайте также что спот это грааль. И на споте ликвидации нет. Прямо сейчас фаза набора. Лично я откупаю. Правильные монеты. Списки уже опубликованы в закрытом клубе. Все желающие могут зайти и ознакомиться. Всегда все проверяйте самостоятельно. Наблюдайте за тем что происходит внутри рынка. А не снаружи. Снаружи только иллюзия. Вся правда в ончейне. Чтобы распознать тенденцию китов необходимо просто проанализировать их валеты. Не изобретайте велосипед второй раз. Все то о чем я рассказывал вам на протяжении одного года сейчас реализуется. Да мы набирали биткоин по 16 тысяч. Сейчас конечно биткоин покупать уже поздно. Но это не исключает дальнейший рост. Тому плану который мы намечали на медвежке сейчас мы следуем. Принципам мы не изменяем. Параллельно с ростом рынка мы участвуем в новых трендах. На данный момент внимание заслуживает тренд Таполок. Поэтому я на примере Таполок собираюсь раскрывать всю правду и наглядно показывать вам как рынок работает на самом деле. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если подписаны ставьте лайк. Если поставили. Желаю всем удачи и всего хорошего. И всем пока друзья.